Ну, я хотел освободиться, конечно, от всего полностью, и очиститься, и исцелиться, оздоровиться, убрать программы жертвы, бедности, страха, одиночества, вот этого всего. Ну, и различные там эти блоки, чипы там и так далее, и тому подобное. Отношения с родителями у меня на данный момент более-менее хорошие, с отцом у меня хорошие отношения, вообще хорошие, а с мамой бывают какие-то терки. Ну, с детства она была для нас тираном, абсолютным, как бы, унижала, ломала постоянно, всегда, ты должен, я тебя родила, и так далее, для мамы мне все можно, извиняйся, затыкала рот, не давала самовыражаться, все всегда должно было быть по ее, в принципе, она сейчас такая, хотя она тоже что-то сейчас себе прорабатывает. Папа, он мягкий человек, он больше там видовал, но никогда от него не было никакой поддержки, всегда считал нас тоже за детей, и до сих пор считает нас за маленьких детей, которые ничего не понимают, не слышат. Так, ну что, это про родители, сейчас, на данный момент я разведен, есть доченька, если по возможности будет такая возможность, тоже ее отсоединить от эго-пегров, там, программные. Сколько ей лет? 11 лет нечего исполнилось. Как ее зовут? Аленка. Аленка. Но не додал ей любви в детстве, и мало вообще я был с ней, возможно, у меня есть, у нее на меня обиды, и у меня осталось чуть-чуть невозможных от этого. Ситуации в жизни. В детстве, когда был маленький, ну, когда маленькие были, во дворе играют там мальчишки, на, ну, короче, брата стали моего бить, а я испугался и не защитил его. Как бы вот тоже чувство вины, возможно, у меня осталось. В такой момент, да. Женился не по любви, только потому, что нужно было, но хотя потом, как у меня появились, мы с женой, потом мы просто разбились, потому что жили, как кошка, как собака. Еще момент был, ну, убили кошку ради развлечения с друзьями, когда вот был в юности, когда стал употреблять алкоголь и так далее и тому подобное. Тоже есть возможно чувство вины. Ситуация из жизни. Были мысли о суициде вот в тот момент, когда в подростковом возрасте, когда до того, как стал употреблять алкоголь, ну, так как всегда был белой вороной, как бы не понимал этот мир, и никто меня не понимал. В этом моменте были такие мысли о суициде. Еще был момент, когда приставал нам обратный педофил. Ну, там ничего такого не было, в принципе. Просто, не знаю, почему захотел сказать ему об этом, не знаю, может, что-то, как-то, что-то. Последний вот момент, последние года три, два, два-три назад были очень тяжело расставлены с девушкой. Тоже возложили какие-то вопросы последствия. Снов таких-то таковых не помню, но вот эти моменты, когда стал развиваться духовно, мне уже в основном реальностью нападали сущности. Одна сущность меня душила комнату, потому что на следующий день боялся спать ложиться. Потом еще один случай такой был интересный, на работе тоже вот между нами реальностью как бы прилег. И мужчина и женщина в шаманских одеяниях, играя на шаманских вот этих вот инструментах, как бы сильно-сильно прямо меня стали затягивать к себе. Очень сильно. И я как бы испугался, стал будить себя, стал и все, не пошел к ним. Потом точно такая ситуация получилась, через пять минут я тоже испугался, не пошел к ним. Не знаю, что тут было, тоже вот так вроде интересно. Потом я подумал, что это было, скорее всего, доброжелательные какие-то явления. Здоровье. Ну здоровье у меня с детства болел всегда, слабенький был здоровьем. Скорее всего, из-за семи, потому что у меня отец, ну, постоянно жили, как кошка-собака, ругань, да че, отразилось на здоровье. Переложь. С детства, сколько себя помню, были нервные тики, постоянные сессии. Они и сейчас, я сегодня не могу от них избавиться. Знаю, очень много энергии. Заявикание тоже появилось у меня, это в садике воспитательницы у меня била указка по голове за то, что я неправильные ответы давал в старшей группе. Вот так вот, тоже очень беспокоит. В горле, всю жизнь, тоже, сколько себя помню, постоянно какой-то комок в горле, першенье. Очень тоже сильно, очень много энергии отнимает. Но сейчас я более-менее проработаю, этого стало меньше, но было раньше сильнее. Переломы были челюсти, нос, череп у меня. Уже тут мудрости недавно очень болезненно выдали операцию, была сложная. Последствия тоже возможно какие-то оставить, потому что у меня там голова еще болела неделю-две после. Потом телеза какой-то бабушки, она мне там нашептала раз в шесть, и потом у меня прошло только и все. Только после этого. Руку сломала где-то в апреле месяце, правую немножко. Так, что еще? А, еще два года назад, после практики очищения кастрюка, я похудел на 10 килограмм. Очень сильно. И до сих пор не восстановился. Я сейчас вот прирост метров 77. И что это за очистка такая? А касторовое масло, оно же, говорят, полезно, ей прямо практикуют. Там выпиваешь с лимонным соком касторку, тебя полностью киску прочищает, ну, на гашке. И так нужно делать, что-то раз в 10, что ли, я не помню. Но я что-то раз в 2-3 сделал, мне так плохо от этого было. Я как-то все сбросил через кишку и все, и все, похудел на 10 килограмм и больше я не восстановился. За 3 раза на 10 килограмм похудели. Да, я точно сейчас не скажу, было 2 года назад. 2-3, может быть, раза, может быть, 4, я не помню. Но я сильно сбросил тогда. Есть только метод очищения кастрюка маслом, да, есть. Он очень хорошо, просто сохранен, просто, видать, это не мое, я так понимаю. А еще есть такой момент, ощущение хвоста сзади. Не знаю, что такое, вот, как-то постоянно ощущаю, как-то может, отток энергии идет, или что-то такое, задница прям идет, извиняюсь, за хорожение. Вот так вот. Не-не, у нас все нормально, мы вещи называем своими именами. Что еще? А, хотел добавить, вот, по поводу похудения, не знаю, у меня один раз экстрасенс, ну, экстрасенс, один тоже смотрел в мою прошлую жизнь, она, говорит, увидела, что я был в концлагере в фушистском, я там был такой худой-худой-худой, говорит, нам не опыт доставили, а потом убили, короче, я так просто, не знаю, может, под впечатлением от этого, потом у меня как-то программа наложилась, я похудел из этого, не знаю, вот, в такой момент, правда ли это, неправда, я не знаю. Поэтому вот эти просматривания, да, просматривания этих жизней без работы, без проработки не имеет никакого смысла. Да, да, я не знаю, что-то понимает. Занимался в исторической практике, йога занимался, фигун, посвящение рейки у меня было, потом славянство ушло, там именно речение было, вот там Чищен и Женя, волк такой. Потом я уже понял, что он отнимал энергию, он так-то светлый человек, но он отнимал энергию, это однозначно, вот, в славянстве вот, было такое. Потом различные практики, практики, випассана, випассана, 10-дневное там молчание, гадалки тоже, Таро, экстрасенсы, там инициации различные, это все было, конечно, у меня. Вот тоже Айя, такая, можно слышать, Айя на просторах интернета. Слышали, да? Нет. Какую-то инициацию проявила, голубая кровь, типа, теперь там у нас, я, что-то. А, 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 вот это же, вот, вот вам и хвост. Вот вам и хвост, да? А что она там делала? А просто я же не помню, да, куртую инициации какие-то проводила, если даже не скажу, не помню. А вопрос, а зачем вы делали то, о чем, ну, то, что вы не понимали? Да, я доверился, я просто в поисках, понимаете, я себя плохо слышал. Ну, понятно, да, доверился, ключевое слово, дальше можете не продолжать. Почему вы верите другим, а не себе? Это же нужно раскручивать эту вот, понимаете? Вот, 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 я теперь-то сейчас вот уже понимаю, что это сейчас уже не нужно, нужно только себя. Я это сейчас точно осознаю. Вот, вот, прямо вот, я к этому пришел буквально несколько месяцев назад. Вот, я это сейчас точно осознаю. Вот, и кому передать информацию, информацию передать роду, родным, и всем, кому это необходимо. Еще такой момент, то есть, то, что будет возможность спросить, как влияет на меня аудионастрой от Свияша, он продает, я вот купился, аудионастрой такой, и микродозы, и мухамура, как вот влияют на меня там уже, интересно. Чего-чего. И что тут? Микродозы и мухамура. А с какой целью вы их употребляете? Ну, чтобы жена, когда насыпала много, чтобы оно не подействовало. Нет, нет, они уроны, они кармонизируют, уроны, у меня нет жены. Ну, на будущее, планируете? Вдруг, ну, что? Да, так, конечно, планирую, я просто уже 8-7 лет в одиночестве, тоже когда программы видим, или кто, я не знаю. Это не программа, это ваши блоки в вашем теле. Скажите, пожалуйста, вы дышали по методике? Полтора месяца, полтора месяца. Я как получил вашу инструкцию, я все начал дышать, начал дышать вообще. Что чувствовали? Что чувствовали? Ну, во-первых, мне руки сводят. Ну, по-другому мурашки, особенно левый. Первая сторона, ну, это материнственная, женская часть. Ну, мурашки приходят, начали тоже прорабатывать, избавляться. Ну, по-другому, это ощущение всегда чувствовал, конечно же. В последний раз, вчера или поза-чера наделал, очень сильно руки прямо село. Прямо вот так изогнуло. Там, вообще, минут пять потом проходило после этого. Еще вот такой момент, чувствовал в себе, всегда какую-то силу такую, знаете. И видел на тонком плане уже, когда стал развиваться, на тонком плане уже видел такого здорового гиганта, такого до потолка, такого богатыря, которого... Сидит такой грустный. Грустный, почему? Потому что выйти не может. Как бы хочет, но не может, как бы заблокировано. И вот как-то выпустить его все хочу, этого человека. А он очень, как бы, такой сильный, здоровый, благородный. Ну, у меня он сосредоточенный. Все такие позитивные, хорошие качества человека. Хорошо. А как вы сейчас к вот этим практикам относитесь, которыми вы вот занимались? Я не отказываюсь, я все от этого отказываю. Хорошо. Все? Больше добавить ничего не хотите? По брату и тоже, если будет возможность, если будет возможность тоже смотреть, что ли, я не знаю. Перередать информацию можем только. Да, ну, да, или так. А скажите, что это дает? Передать информацию, я вот не понимаю. Ну, смотрите. Вы освобождаетесь. У вас есть вот этот алгоритм освобождения вашего. Вы его, вот эту информацию, можете передать там, кому вы хотите. Чтобы, допустим, там, вот ваш брат, например, там, или дочка, по такому же алгоритму уже, ну, начала хотя бы в эту сторону идти к освобождению. Это такой, знаете, волшебный пендель в зад, как вы говорите. Почему? Потому что это порция информации с волей. То есть вы показываете, как это сделать реально. Да, насчет три на диафирном пространстве эфирное тело Дмитрия. Дмитрий, один, два, три. Я вижу его энергосфера такая большая, правильная круглая форма. А он там внутри, такое впечатление, что его туда, в этот шарик, так, зажали. Прямо вот так вот считывается, как он там скрюченный, вот в этом шарике. Там руки, ноги и такие, вот. То есть как в стеклянной колбе. Угу. Хорошо. Сейчас считай эфирное ДНК, Дмитрий ли это? До этого. Спроси у него разрешение на работу с ним для него. Дает. Хорошо. Он мне показывает хвост сзади. Так. Так, у него такая конструкция, он поворачивается спиной, как какая-то голограмма он мне показывает. Это программа в нем такая, искусственная. Как искусственный интеллект считывается, вот этот хвост, это не как рептильный хвост, а вот такая... Наоборот, он утолщается в сектор интерферентов, как подставка вот такая. Угу. Идет конструкция по спине, по позвоночнику. Здесь позвоночник заблокирован, и вот такие импланты, как накладки по позвоночнику, по две стороны позвоночника. Угу. Идут на голове как будто бы шлем черный. Так. Хорошо. Спроси у него, он видит, что в его пространстве происходит? Видит. Угу. Хорошо. Так, Вика, тогда с чего первого начать? С этого хвоста? Что на передний план выходит? Да, надо посмотреть, что это такое, когда появилось, что за шлем. Угу. Так, давай тогда, пусть Дмитрий сейчас покажет, когда этот хвост в его пространстве впервые появился. Пусть покажет этот момент, что там происходило. Ну, в секторе магии появляется такой силуэт, как рабочая одежда, полосочки такие. И какой-то треугольничек, там такая полосочка какая-то желтенькая есть. Так. Он считывается политический уйстник. Так. Ну, я еще не знаю, кто это. Он просто в секторе магии находится. Угу. Хорошо. Тогда прикажи ему принять формула в соответствии с его эфирным ДНК. Я вижу, что это человек. Тарас показывает такую ситуацию. Так, сейчас, кто показывает? Ты сказала, Тарас. Дмитрий. Угу. А почему я сказала, Тарас? Не знаю. А, потому что их два. Я спрашиваю Дмитрия, где он? Ну, я вижу, что он вот лежит на столе, как бы его эфирная часть лежит на столе, на животе, спиной вверх. Так. И над ним какая-то такая штука, похоже, вот как МРТ человека засовывает, только это опускается вот так как-то сверху. Угу. И идет воздействие на нижнюю часть. Не знаю, что это на физике происходит, на эфирном плане я пишу. Как будто бы какие-то, как болты вставляются в его позвоночник. Вот большие болты, как бы, где первая, вторая чакра, а потом так поменьше. Угу. И такая прямо она, весь позвоночник, и на голове тоже это идет. Вижу на физике, это электрические какие-то разряды пускают сквозь него. Так. И его убили. Его сожгли, вот эта, электрика. Ага. Ну, похоже на казнь, да? Не знаю. Угу. Я вижу, его душа выходит с тела, вот так вот дергается все. Так. И такой желтый цвет. Тоже этот человек, который ему делал, он это вот, он сам пленный был. Он по отношению к нему находится. Его зовут Тарас. Угу. Этого человека. Так, ясно. Хорошо. Ирика, сейчас посмотри, что происходит с душой, когда она вышла из тела. Считай информацию. Его сразу утягивает в такой черный портал. Засасывает буквально. Я вижу огромный самолет. Как тарелка летающая. И от этой тарелки черный такой портал черный. Я слышу о свинце. Ты была там. Угу. Я вижу даже, где это находится, да? Так. Что в этой тарелке происходит с душой Дмитрия? Я вижу, что там ходит сущность. У него тяжелый хвост. Рептилия с тяжелым хвостом. Эфирная часть Дмитрия, они его как будто бы раскатали. Такой, как тесто раскатывает в тонкий такой слой. Угу. Вот его эфирную часть так раскатали. То есть, его как бы поместили в двухмерное пространство. Одномерное пространство. Его как бы опустили на уровень я вижу улитки. Угу. Да. Так. Какие манипуляции там с ним происходят дальше? Его энергосферу как бы наматывает на катушку. И так вот раз вставляет. Так. А тут? Блок питания. Угу. Он питает этот корабль своими энергиями, а также питает этих сущностей, которые там находятся. Они буквально его как бы пьют и едят. Так. Хорошо. Пусть сейчас Дмитрий покажет, подписывал ли он какой-то контракт, соглашение с этими сущностями. Считай информацию. И вижу, что в его пространстве есть эта память, как его закатали или распадали. Он отказывается, он говорит, что нет. Я говорю, что по конам вселенной никто никому ничего не имеет права причинить никакой вред до тех пор, пока он не разрешит. Угу. Пусть он зайдет тот момент, когда он разрешил. И я вижу, что это происходит война, бой. он ранен в грудь. Так. Пуля ему прямо возле сердца. И его перетаскивают куда-то рана. У него и голова тоже обмотана, и рука. вот в области перемотана бинтом. Правая рука. И его бросают куда-то как бы на какой-то. Там другие тоже есть. Раненые. Они друг на друга лежат. Так. Везут. Машина такая. Угу. Везет. Потом их сгружают. Он весь замотан в винтах. Угу. дает что-то кушать. Он плачет. И в этот момент происходит подписание контракта. Я говорю, чтобы он зашел и чтобы он показал. Потому что он должен освободиться, отменить этот очень сильное сопротивление идет. Я говорю, его рациональная часть хочет освободиться. и я вижу, как его высшее Я наклоняется над ним в том моменте, как эта огромная светлая сущность. И как бы ну как бы окревает его теплом. Поддерживает. Я ему тоже передаю материнскую любовь. Угу. Хорошо. Я говорю ему все хорошо. Пусть он покажет. Он считывается покалечен. То есть морально покалечен. Угу. Пусть Дмитрий покажет, какой контракт он подписал, с кем и на каких условиях? Да, я приказываю всем интерферентам явиться на наш рабочий стол. Я вижу под крючкой сердечную чакру, голове и к хвосту, а по позвоночнику именно ко второй чакре вот так. Хопчик. Угу. Так. Так, это этот рептилоид, который в корабле с хвостом. Маленький серый, а там в нижнем стране этот скуд. За ними стоит еще ниже. Там есть всякие иерархии. за ними стоит этот коричневый как плаще инсектоид. Фашист. Угу. Фашист. Энергии инсектоида. То есть безжалостные. Так. Хорошо. Сейчас считай информацию какие условия этого контракта. Он думает на физическом плане, что немцы тоже люди. он как бы принимает их часть эти программы, как бы одобряет их, потому что они его как бы накормили. Угу. Так. Он как бы принимает. Но я вижу, что это первый этап, а второй это когда он умирает. снова я вижу эту кассу. кассу. Угу. И его он не может сопротивляться. Он раскатан и лежит. Его буквально вот так ставят, чтобы выбивают у него согласие. А он зомбирован. он не может ничего уже как бы осознавать на как бы потому что он под воздействием этого тока он не может ничего сделать. И он когда говорит он постоянно вот так вот дрожит. Ясно. Хорошо. Сейчас он подписывает контракт. Вот. Считай информацию есть ли скрытый смысл этого контракта. Они говорят что он должен работать на них. Он говорит я поработаю. А скрытый контракт это вот снова появляется это желтый цвет и только сейчас оно пришло вот этот образ желтого как лимон который выжимают до последней капли сока. Ясно. Хорошо. Сейчас спросил Дмитрия видит ли он все это осознал ли и хочет ли он расторгнуть этот контракт. Да сейчас я вижу что он как бы встает из этой с матрицей ходит я говорю чтобы он зашел тот момент своим сознанием сегодняшний и вот он там был плоский а сейчас такой огромный шар заходит он буквально надувает себя как бы изнутри образно говоря возвращает свою многомерность еле еле удерживается в том пространстве чтобы расторгнуть этот контракт я говорю чтобы он уничтожил в своем пространстве этих интерферентов отказался от этой казни отказался я вижу он отказывается от этой казни я вижу он выбрасывает эту миску с едой похлёб с едой он отказывается и он меняет свое и его убивают и когда его убивают тогда он идёт как герой его душа идёт в светлое пространство и он идёт крылья вот так душа его радуется потому что он погиб как герой а не как предатель самого себя то есть там закрепились эти программы предательства себя а здесь он в этой ситуации летит к первоисточнику как ангел с огромными крыльями и я вижу что эта миссия у него была появляется в секторе миссии и так где ловито вот сейчас там пишет и выкладывает как-то в пространстве вот так листочки такие я говорю чтобы он расторг все контракты все подконтракты и он что-то там делает что он там делает у него там как будто как автомат Калашникова вот такое что-то какое-то как оружие но он не очень похожий на автомат Калашникова ну вот принцип какой-то такой задвигает выдвигает что-то там делает но там такие трубочки побольше спроси у него что он делает он говорит что это духовое ружье и он нацеливается на этого на этого человека на Тараса который находится в секторе магии но там самого человека я как бы не вижу то есть он там был но этот человек тоже выполнял программу он вот это вижу как рабочая одежда полосочки вот эти тоже этот желтый цвет тоже пленник а а Дмитрий как бы стреляет с этой трубой черной в него чем-то таким шариком когда он стрельнул он попал ему в голову и когда он это сделал то так это шарик так но оно не так как пуля летит а как-то так помягче и этот шарик вот так накрыл голову этому человеку и этот человек его как бы придавило но так придавило что он начинает там оживать а эта форма уходит полосатая форма уходит в сектор интерферентов а этот человек Тарас его душа а это он портал открыл такой поэтому же по этой штуке по которой стрельнул Дмитрий он начинает его душа начинает подниматься в сектор первоисточника и он так вот Дмитрий смотрит в этот черный портал я спрашиваю почему он черный а он говорит что он загажен так чем он загажен он показывает этих рептилий на эту всю братья он говорит энергиями смерти я говорю что он сейчас может по этому порталу передать информацию в те все фракталы и все те места где находятся души убитых казненных пленных раненых пленных которые которых вынудил или выполняет вот эту роль шестерок предателей передаст информацию пусть они освобождаются возвращались пусть отдают всю карму виновникам он это сделал я вижу как этот черный фрактал буквально его как бы разорвало на такие части он раскрылся этот фрактал и души выходят они покалеченные они все как инвалиды на костылях обмотанья а черная энергия все остаются в том нижнем портале я слышу смерть и смерть жизнь и жизнь хорошо и сила в нем такая появляется он как прямо такая грудная клетка огромная и он вот так вот стучит знаешь как как зверь кричит этот победный клич хорошо такой огромный огромный хорошо пусть он теперь убирает из своего пространства все импланты подключки крючки зацепки отдает это все интерферентом все последствия призывает силы король вот я вижу у него по спине оно сползает оно как живая такая сороконожка как такая штука и с ногами полосочка с ногами вот эти все присоски оно как живое коричневого цвета это как энергии инсектоида и оно все уходит от него я говорю чтобы он очищал все свои личные пространства и внешне и чтобы он освободил все свои энергетические центры вот шишковидную железу сердечную чакру третью чакру вторую первые все меридианы и он это все с себя снимает и внутри в нем как будто бы такие жилы с черной энергией и он это тоже все удаляет и черное сердце он вырывает вот имплант и положил на рабочий стол он считывается как жестокость так хорошо а пусть Дмитрий сейчас покажет когда это черное сердце в его пространстве появилось впервые в любом из воплощений эта жестокость я вижу его как солдат он вот такой свою эту как это именно стюрка так при нем это все какая-то звездочка на фуражке считывается как офицер то есть он отдает как бы честь потому то когда он это делает то есть это присяга он становится в позиции жертвы и вот эта вся система она по отношению к нему к нему палач так хорошо и в момент присяги появляется у него вот это вот черное сердце или в какой-то другой пусть он покажет вот я вижу этот момент я вижу как он как появляется такая энергия от фашизма там это атрибутика эти фуражки какой-то орел такой двухплавый черный вот эти атрибуты фашизма и он берет эту энергию как будто бы этих двух орлов он взял за шею вот так а он такой светящийся весь так хорошо а я спрашиваю вот мне интересно почему этот орел с двумя головами а подключка идет в одно место к магии к интерферентам тоже так спросил дмитрия почему орел с двумя головами ну одна как бы идет к сектору магии а другая к сектору интерферентов но все вместе оно двуглавый орел но символ магии насилия обмана это все нацизм национализм это все потому что он показывает что вот этот он взял этого двуглавого орла как черную энергию а в его программе жертвы находится красный орел и получается считывается что система построена таким образом что на чьей бы ты стороне не был все равно ты программу жертвы получаешь все равно ты жертва обстоятельства хорошо тогда спроси у него хочет ли он отменить эту свою присягу нет не хочет почему он показывает что эта вот программа она такой алый цвет имеет не темно-красный а такой алый светлый она он ее как-то переставляет вот сюда на левую сторону так он говорит мать а понятно родина мать он поэтому и погиб на войне потому что он неправильный был у него мать неправильная была то есть вот это родина мать это тоже как бы философия со своим двойным дном и у него такая же мать в этом воплощении то есть двусмысленная типа я мать я родила принимая меня такой как говорится родина уродина но в то же время унижала и ломала да то есть это как раз образ этой системы что какие бы идеалы система как бы не боролась все равно это поломает всех потому что я смотрю он показывает что бороться нужно за первоисточника не за идеалы не за идеи а за он говорит за принципы за принципы мира то есть не за родину на мать то есть он переставляет это как бы вот вот эти идеалы родина мать за родину умереть за какие-то идеалы это всегда приводит к программе жертвы а он показывает открывает вот этот фрактал к первоисточнику и он показывает свою душу он говорит жизнь то есть всегда нужно смотреть чтобы защитить жизнь хорошо вот пусть он теперь своим вот теперешним сознанием проанализирует вот эту присягу которую он давал нужна она ему нужно ему вот это черное сердце нет сейчас он берет эту программу красную топчет ногами у него такие сапоги черные он ее топчет и когда он раздушил этого этого орла двух глава двухстороннего он так его задушил и с него потекла такая густая кровь сектор интерферентов такая темно-красная и берет он и такой как трафарет который закрывал первоисточник его фрактал первоисточнику выбрасывает и открывает свой сердечной чакры вынимает он вынимает крючок зацепку и это искаженная любовь основанная на программах жертвы вот я вижу как она идет то есть получается что истинная любовь должна базироваться любовь как любовь то есть не на идеях а просто на этих энергиях на энергиях жизни любовь к жизни к истине к первоисточнику а не каким-то идеям я говорю чтобы он показал когда он впервые отошел от первоисточника и подключился к этой системе зла пусть он покажет этот момент что там происходило потому что я вижу что он так разворачивается и как будто бы хочет как ребеночек маленький пролезть туда в первоисточнику но я вижу что это момент рождение хорошо что он чувствовал тот момент он родился во время войны я считываю что это как бы или революция или война какая-то перед этим перед этим там другие обстоятельства когда он родился его мать рожает а он везде война и какие-то такие штыки длинные штыки длинные и все люди головы накрывают они так нагибаются и так головы все накрывают и такая черная энергия падает как с неба так а считай что это за черная энергия считаем формации я вижу что это ядерный взрыв большого и накрывает вот такое творится какой-то сплошной хаос здесь и взрыв атомный такая черный гриб гриб а там вот идет как волна вот такая накрывает и это все как-то вот так вот все в перемешку как будто бы катится и взрывы взрывы везде хорошо века а сейчас читай информацию сколько это было лет назад от нашего здесь и сейчас я вижу что это 1000 просто вижу 1813 год вижу очень холодно и люди такие замотанные все ходят такая зима много снега очень очень много снега люди прямо идут такие замерзшие будто бы они никогда раньше этого не видели снега и такого холода они все очень растерянные может и не видели и такая вот вижу котелки такие они пустые там нет пищи и вижу что животные лежат мертвые тоже хорошо сейчас возврат космоса идут обстрел земли те большие летающие тарелки они обстреливают землю люди тоже обстреливается отстреливается но я вижу что силы неравные это выглядит как будто бы люди стреляют из ружей и длинные ружья они тоже стреляют а на них идет такими как пучки энергии на на людей падают это бы из какого-то пулемета идут такие пучки энергии вот ясно хорошо века сейчас вернись в ту ситуацию когда дмитрий родился да пусть он покажет самый важный момент что потом призах произошло я вижу что он поглощает с этими энергиями темными и эта энергия тянется от сектора интерферентов вот так к сектору первоисточника к сектору миссии то есть весь этот фрактал искажен черный а он внутри этого портала или фрактал также рассчитывается как жертва насилия мать плач и не плачет а у него она как-то так воет странно как-то такая безудержная тоска безысходность на грани сумасшествия какого-то надо пойти посмотреть когда эта энергия впервые появилась пусть дмитрий покажет когда впервые в пространство это черная темная энергия появилась я вижу что его мать бьет и изнасиловал вот как-то так и и как бы стенки что в этот момент чувствует дмитрий а он не чувствует такой какой-то плохого чего-то он как бы там был в каком-то пространстве секторе миссии и ждал этого момента вот он сидит его так ждет смотрит на часы но говорит пришло он говорит что он должен уничтожить насилие жестокость так и он показывает это эти моменты вот когда они эту кошку убивают и он говорит что он как бы устраивается в эти создает став найти программу жестокости насилия и отказа ира а потом их сам же и буквально как будто бы раздирает вот то есть он показывает как он эту кошку убивает а потом как он эту 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 черную энергию которая проникла в него в эту кошку буквально раздирает уже не кошку а эти энергии эти программы хорошо тогда пусть он сейчас сделает все что он должен сделать чтобы выполнить свою миссию цель достичь он не знает что сделать он вот так показывает хорошо тогда пусть он так века как ты как ты видишь но я с ним говорю я ему спрашиваю его спрашиваю ему нравится это говорю что его рациональная часть хочет от этого избавиться и он я вижу что он заходит в тот момент свое воплощение когда он пошел на воплощение он сразу обращается к своей матери так что он ей говорит не знаю что он ей говорит он ее так она как бы к стенке стояла то есть у него у нее вот эта программа жертвы а он ее разворачивает и забирает как бы душу первоисточнику и она его берет на руки то есть она меняет эту ситуацию и вместо того чтобы вот это она его родила и такая вся в этой печальки то она эту ситуацию отменяет вот эту свою печаль эту программу жертвы и она освобождается от этих программ и освобождает его и он говорит что он восстанавливает материнство вот эта связь между матерью и сыном потому что женщина предназначена для того чтобы рожать героев для жизни для смерти и я вижу что как она вот работает программа жертвы она находится вот правой сторон в отношении к человеку это то что мешает ему делать правые правильные выборы выборы выбор правильный до правая рука отвечает за то что делать правильные решения и сейчас он стоит в этой форме и вижу что он смотрит на свою поломанную руку на этот черный сапог на правой ноге и это снова вижу этот ремень на третьей чакре этой звездой и он снимает этот весь костюмчик и считывается что он превращается из воина красной армии воина света и возвращается как к своему истоку я вижу как он просто возвращается в свой фрактал к первоисточнику заходит в сектор миссии то есть снова в секторе миссии хорошо что он здесь делает с читаем информацию он говорит что он разрулил эту ситуацию хорошо хорошо тогда буквально как будто бы вот так какой-то такой полуруль вот так вот перекрутил хорошо сейчас отсоединись от этой ситуации посмотри на эфирное тело дмитрия считай информацию есть ли еще какие-то воздействия есть у него воздействие идет от его матери она находится в секторе магии и у нее такая подключка но воздействие идет к правой ноге него и она там как будто говорит очень много бла 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 вот такое что-то говорит то есть она выполняет эти негативная программа так хорошо тогда пусть сейчас дмитрий покажет когда это воздействие вот его мамы появилась впервые в его пространстве пусть покажет что там произошло не показывает как закрылась а есть у него какой-то аспект из детства из детства такого конкретного нету то есть мама у не жаловала мало ничего такого конкретного есть не проработан этот блок не показывает ни одного конкретного случая поэтому мы говорим что нужны случаи чтобы это осознать где именно в какой ситуации это произошло так хорошо отыскал его отец тоже находится по отношению к нему в секторе магии но мать на нем как будто бы левой ногой стоит на нем так ясно ты сказала на правой ноге еще что то есть вот от матери идет такая как полоса такое воздействие а он еще так правой ногой стоит на этом и на ноге еще этот черный сапог есть так хорошо тогда пусть дмитрий сейчас покажет когда этот черный сапог появился в его пространстве впервые в любом из воплощений но это показывает как ребенок будто он играет как колесико такое катит постоянно влево него поворачивает и слова никакой конкретной ситуации так ясно ситуация как сергея произошла добрались до этих материнских да да ясно хорошо тогда какой сейчас подключка такая черная в сердечной чакре я говорю чтобы он вытаскивал эту у него вот сердечная чакра как будто бы такая расщелина идет так хорошо то есть получается так то что касается лично и него его это он показывает то есть мы можем это рассмотреть как только касается его матери то есть не трогайте мать святая вот не проработаны эти блокировки в теле я говорю чтобы он показал когда впервые это черная энергия в его сердечной чакре появилась и он показывает это воплощение когда он родился и он показывает как мать дает грудь а энергия черная потому что с материнским молоком поступает энергетика которая наполнена мать если она агрессор то она по отношению к своему ребенку и агрессор и жертва одновременно и она его вкручивает буквально в этот в это колесо взаимоотношений то есть отец на выполнял у него роль в этом колесе снова это колесо появляется роль жертвы мама агрессор вот ребенок получается и они тоже как наблюдатель этого всего и он постоянно принимает по отношению к себе ту роль жертвы ту роль агрессора то он защищается то он нападает вот и этот это шизофрения да такая но не у него шизофрения а эти программы шизофреничной ясно хорошо пусть сейчас дмитрий покажет что он чувствовал в тот момент когда вот эта темная энергия с молоком поступала от матери я вижу что эти ситуации когда он хотел покончить с собой когда он об этом раздумывал вот он пьяный ходит молодой мальчик это тоже связано с этой неразберихой с этой шизофренией которую которую втянула его мать а чтобы от этого отказаться от этой шизофрении просто нужно вещи назвать своими именами и я ему говорю что его рациональная часть хочет отделить светлую часть матери и отца от их программ готова посмотреть на все да и он как будто бы просыпается какая-то часть его сознания как будто бы спала и он как будто бы снимается какую-то вот энергию с глаз как такой знаешь как левок в глаза какой-то такой энергии снова этот как улитка появляется это слизь улитки то есть у него получается вот этот снова считывается что был у него этот хвост так называемый это как это искусственная подпорка вместо своей опоры своего хребта так сказать своей силы вот эти программы чужеродные искусственные так я говорю что он сейчас может высказать своей матери все что он о ней думает и я вижу что он выплевывает с ее ну из своего ротика этот ребенок эту черную энергию отдаёт матери хорошо я вижу что он буквально от него между ним и его матерью такие черные фракталы и он это очищает и буквально его ну душа его матери поднимается вверх отделяется от этих энергий я говорю чтобы он отрывал все эти крючки зацепки освобождал себя свою мать и своего отца и отец тоже поднимается вот отец как будто бы у нее под ногой там лежал вот 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 и он как бы просыпается и тоже встает и поднимается вверх отлично пусть я говорю чтобы он уничтожал все энергии эти да все блоки которые есть между ним и родителями мамой и папой и я вижу как он снимает этот ремень советский ремень с этой звездой и выбрасывает сектор интерферентов и поднимается вверх а эти программы уходят я говорю чтобы он уничтожил и наполнился светом первоисточника вечной жизни молодости счастья и красоты я вижу что он поднимается так быстро вверх и тут бац доходит до какого-то как потолка и такая черная энергия из сектора магии как лапа хватило так как бы поставила над головой лапу свою я слышу эзотерика прямо так эзотерика так хорошо тогда пройдемся по тем практикам которыми занимался дмитрий да да хорошо так ну во первых пусть дмитрий покажет он занимался рейки и было у него посвящение пусть он покажет если в его пространстве эта практика и как она на него повлияла ну я вижу что следы остались разорвана энергосфера между ног уходит этот контракт но был контракт я говорю чтобы он отсек и тоже это эти энергии какие-то такие красные как у него вот эти здесь были советским этим связанные такие же энергии то есть те же подключки хорошо пусть он чтобы он зашел тот момент и вот я вижу как он убирает эту руку гипнотическую из своей седьмой чакры вырывает подключку из сердечной чакры из первой блокировка пошла всех чакр всего энергетического устройства все было задействовано хорошо пусть он отменит свое решение заниматься этой практикой и расторгает контракты если есть да и приказывает им убирать они убирают их же руками чтобы он все да он закрывает портал и буквально вижу как он топчет ногой как все знаешь это портал так хорошо отсоединись от этой ситуации идем дальше пусть дмитрий покажет как на него повлияла такая практика как цигун есть ли она еще у него в секторе магии есть она негативно повлияла у него неправильно связаны эти энергетические каналы они завязаны не не характерно наши фракталы развиваются по своим конам этого гармоники фракталы развиваются а здесь вот это вот так какие палки вот так вот и вся 7 6 5 4 чакры находится вот вот как в коробке такой с этими вот лучами такими как в банках устанавливают кино показывает такие лучи знаешь вот эти пробиты вот этими лучами вся энергосфера чем выше 7 чакры тем она плотнее хорошо спроси сейчас у дмитрия хочет ли он отказаться от этой практике изменить свое решение заниматься ней да хорошо пусть он это сделает отменит свое решение заниматься этой практикой расторгнет контракт да и убирает пусть все воздействия вот этой практике наполнялся энергией свободы жизни истины и распространялась свет и излечивала все свое пространство хорошо так отсоединись вот этой ситуации идем дальше пусть дмитрий покажет присутствует ли у него в секторе магии карты таро это практика я вижу что это связано с его вот у него нога стопа левая вот вся почернела то есть это преграждает ему путь чтобы встретить родственную душу или иметь хорошие отношения с женщиной хорошо спроси у него готов ли он сейчас отказаться от этой практике он смотрит на свои руки а у него руки такие большие как вот такие вот квадратные и он вот так на них смотрит а в его руках эти знаки и знаки разные и они вот так тоже как будто бы карты то есть его руки превратились как в карты вот и все вот эти такие какие-то кого еще не видела как будто бы он двигает вот так руками а между его ладонями такие как гармошка вот эти другие карты и такие какие-то связи между этим попрорастали так хорошо хочет ли он сейчас изменить свое решение заниматься этой практикой расторгнуть все контракты да это связано с программой жертвой предательства себя я говорю чтобы он убирал эти программы и возвращал своей душе свою собственную целостность наполнился любовью к себе потому что он чистая светлая душа и чтобы он отсек это все чужеродное чужое эту магию ложь насилие вот отделяет эти все энергии от себя я вижу как эти все знаки вот как жвачка отлипают от него от рук хорошо и он их берет и как бы правая рука вот сектор подписания контракта продажи души так вот было ну как бы вот так вот раз туда а там зашипела как раскаленное железо воду вот он там подписал контракт там потерял душу так хорошо пусть сейчас дмитрий достает этот контракт а ты пусть он вложил на рабочий стол считай информацию какие условия этого контракта слышу запутать и вот это вижу такие вот как запутано все так скрыть идет такое запутать перепутать скрытый смысл считай информацию есть какой-то скрытый смысл просто такая идет энергия как удар считывается насилие разрешить насилие по отношению к себе в другим и он снова вспоминает свою миссию уничтожить насилие и он расторгает этот контракт я вижу что огромная частица души возвращается с этой практики я чтобы он отдал все чужеродные энергии все и вернул все частицы своей души со всех тех мест со всех тех решений где он потерял ее когда он делал решение против себя против своей собственной души и и чтобы он изменил свои решения на позитивные для себя чтобы все было только с вечным благом для его души и для вселенной хорошо пусть дмитрий готовится все это сделать я посчитаю до трех и все частицы души вернуться к нему потерянные когда-либо и где-либо один-два-три собирает хорошо вернул хорошо так отсоединись от этой ситуации теперь идем дальше пусть дмитрий покажет есть ли у него еще в секторе магии тут какая-то или экстрасенс или практика айя инициация голубая кровь ну как раз я в этот момент смотрю что он забирает свою энергию остаточную энергию с той ситуации когда он кормил этот корабль между воплощениями я вижу как разматывается эта катушка и он забирает и этот корабль как бы падает вниз и в этот же момент это связано с этой айи она как завязана то есть она притянулась на эту ситуацию и я вижу что это событие и это они связаны там завязка узелок и вот энергия туда узелок туда и туда наше пространство всего по принципу магнетизма то есть все что есть внутри нас то и притягивается в нашем физическом плане если человек чист его пространстве все идет по плану и по правилам его хорошо пусть дмитрий сейчас покажет подписывал ли он какой-то контракт с этой айи нет хорошо это как зацепка тогда пусть он просто изменит свое решение заниматься этой практикой проходить эту инициацию голубая кровь вот он это делает я вижу что отламывает хвост то есть это было искусственно как бы да как бы инициация разрешение что я такой как они между прочим они не считают себя такими как мы они всячески пытаются отгородиться они начинают называют человека там двуногими какими-то еще то есть а мы вот членистая ноги или еще там у нас кровь голубая но нас они всегда пытаются человека склонить к тому чтобы мы равнялись на них то есть светлый чистый человек который находится на высоком уровне развития получается приравнивается к этим безмозглым тварям в члениста ноги найти хорошо пусть дмитрий он снимает из глаз как и алисы тоже я говорю чтобы он избавился от из всех имплантов от розовых очков от гипнотического воздействия также проверил работу своего внутреннего критика и проверил цели все что не соответствует его главной цели его рациональная часть решила изменить все ситуации и и быть абсолютно счастливым успешным здоровым молодым свободным свободным и все что мешает этой главной цели он хочет сейчас в эту же секунду отменить и изменить на решение быть свободным счастливым богатым любимым любящим и я вижу в этот момент он подхватывает свою дочь на эти программы все мешали ему быть счастливым хорошо пусть он своей дочке передаст информацию о своем освобождении да и он ее как бы выхватывает из темной энергии и так переносит к первоисточнику уничтожает все эти энергии он очень сильно любит он буквально вижу как сидит а она у него на коленах на коленях сидит хорошо так хорошо Вика отсоединись от этой ситуации дальше Дмитрий занимался славянством и было у него я так понял именно речения или это инструктор кто там чешен Женя Волхом пусть он покажет вот славянство вот этой практики у него есть какой-то в секторе магии воздействия есть но вот так сейчас на это как бы смеется над этим и у него такие программы как тоже вот как это слизь потому что с этим славянством тоже все накручено и там тоже эти вместо чистоты разные идеи человеческие ритуалы да хорошо хочет ли Дмитрий сейчас изменить свое решение заниматься этим славянством этими практиками и отказаться от этого именно речения вот наверное это имя именно речения оно считывается как какой-то амулет который ему дают такой черный камень из сектора магии так вот это ему дают какой-то камень может быть талисман талисман и я вижу что он вынимает буквально как бы из головы такой же камень и все это вот так смешивает и отбрасывает и тоже эти энергии от рук у него уходят говорю чтобы он почистил все пространство и наполнился светом истины свободы и гармонии хорошо пусть выбрасывает все изъяны да уходит подключка сердечная чакра шла подключка она вот как аглис уходит он захлопнул портал хорошо так отсоединись от этой ситуации дальше Дмитрий занимался йогой пусть он покажет как эта практика на него повлияла есть ли какое-то негативное воздействие есть я вижу что на уровне третьей чакры я не вижу что было что-то или отказался или не было хорошо так отсоединись от этой ситуации дальше Дмитрий делал випассану пусть он покажет как эта практика на него повлияла какое-то негативное есть воздействие есть я вижу что на уровне третьей чакры какие-то вишневого цвета энергии как-то странно зафиксированы в каких-то геометрических фигурах и это образовало такое колесо вокруг него так так хорошо как это колесо на него влияет с чистой информацией считывается как меняет биополе ясно не в лучшую сторону конечно нет есть гармония а есть все остальное хорошо спроси у Дмитрия хочет ли он сейчас изменить свое решение заниматься этой практикой избавиться от этого всего да на эфирном плане это вот так считывается что он как будто бы схватил божественную руку и говорит что ты делаешь я знаю лучше и вместо этих гармоничных фракталов начинает выстраивать вот это колесо странное это блокирует его от вообще вот родовых программ родовое древо закрывает центр чувств перекрывается вот человек не ощущает себя хорошо пусть он сейчас изменить свои решения заниматься этой практикой и избавиться от всего того что есть в его пространстве от нее да приказывает это убрать этим всем карму никто не отменял каждый кто пропагандирует что-то должен чувствовать свою ответственность и готовы быть готовым принять или вознаграждение или карму да так сделал хорошо отсоединись от этой ситуации так есть еще тут какая-то Оля Ваничева наверное она тоже какое-то воздействие делала на Дмитрия пусть он покажет есть ли вот нее на него какое-то негативное влияние ну она как будто бы работает с какими-то рамочками или спицами вот что-то какие-то палочки у нее в руках угу хорошо хочет ли он сейчас отказаться от любого взаимодействия с ней да пусть изменит свои решения обращаться к ней и если есть какие-то негативные воздействия пусть прикажет ей забрать она как-то путала вот энергосфера вот сверху такими как она как спицами вот так вот что-то делает и его энергетическое поле вот так вроде меридианы связывается друг друга неправильно связывается да он ей все отдает хорошо хорошо и его энергосфера сейчас я вижу как начинает сиять угу хорошо так отсоединись от этой ситуации ну дальше никакой конкретики пусть просто сейчас Дима найдет те каждые ситуации когда он принимал решение заниматься медитациями остальными другими эзотерическими практиками обращаться к гадалкам бабкам и изменит каждое такое решение я вижу что он сейчас как бы умастился вот на трон это символ что примеряет к себе суверенность и вытаскивает из сердечной чакры такой черный шарик и отдает сектор интерферентов и возвращает еще часть своей души и поднимается еще повыше сейчас он нас благодарит хорошо так сейчас пусть Дмитрий найдет эталон своего эфирного ДНК и я посчитаю от одного до трех и он приведет все свои тела физическое и эфирное в соответствии с этим эталоном пусть он готовится это сделать на счет 3 это произойдет один два три у него все это так интересно произошло он раскрыл как будто бы коробочку такую шкатулку или сейф похоже вот в области ребра вот так третий чат так оно считывается как истинный этот пандоры ящик пандоры ящик пандоры и оттуда такой свет как палился вот так и он такой радостный он так смотрит на это все и его энергосфера я говорю чтобы он полностью очистил все свое эфирное тело от всех программ жертвы предательство себя нелюбви к себе чувство вины чтобы он отменил все эти ситуации когда он был недоволен собой или когда он думал о себе плохо и восстановил целостность всех своих энергоструктур в соответствии с его эфирным ДНК эталонным ДНК пусть Дмитрий готовится все это сделать на счет 3 это произойдет один два три она говорит что это так трудно и говорит что тело не готово еще поэтому трудно то есть его как будто бы жжет это я говорю что его рациональная часть это хочет сделать да ну и он соглашается да что он это делает хорошо а его рациональная часть будет дышать да там дышать и дышать еще нужно особенно с мамой все проработать да так хорошо Вика отсоединись от этой ситуации теперь еще такой аспект у Дмитрия он говорил что в детстве когда-то не заступился за своего брата в уличной какой-то драке и у него из-за этого присутствует чувство вины пусть он сейчас изменит эту ситуацию уберет это чувство я вижу что это программа предательства которая в нем работала по отношению к нему самому и сейчас я вижу как он меняет настройки он буквально в этих часах раз и все поменял и это воздействие от магии уходит и он поднимает брата как бы и он говорит что восстанавливает целостность и сейчас я вижу что он в секторе миссии часы про как стрелка движет стрелками огромные такие часы так хорошо он говорит что он исправляет вот как этот символ справедливости хорошо пусть он сейчас его полностью исправит уберет все искажения да делай хорошо так отсоединись от этой ситуации теперь пусть дмитрий передаст информацию о своем освобождении в свое родовое древо каждому кто там находится если есть там какие-то еще искажения пусть все исправит и снова этот ремень советский расстегивается уходит хорошо пусть дмитрий передаст также информацию о своем освобождении всем тем кому он хочет своим родным друзьям близким знакомым и оставить эту информацию в эфирном пространстве для всех желающих да он это делает хорошо так и сейчас пусть дмитрий наполнит своей энергией свое жилое пространство все то что ему принадлежит пусть он очистит от всего негативного от всех темных энергий он он вот так ну типа он чистый все чисто я говорю его рациональная часть это хочет сделать пусть он сделает я я вижу он снимает какой-то ковер такой ковер срывает как будто бы из пола выбрасывает в сектор интерферентов а под этим ковром как будто что-то черное из сектора магии я говорю чтобы он приказал всю магию забрать этим магическом кто это намагичил так пусть виновники подклад подклад пусть он приказывает этим ведьмам забрать это колдовство этот подклад пусть отдает последствия и призывает силы кармы да считывается как подклад на разлуку уходят уходят эти программы хорошо хорошо Вика отсоединись от этой ситуации посмотри сейчас на эфирное тело Дмитрия опиши как он сейчас выглядит он такой огромный он свободный сидит как на троне сидит то есть ощущает свою суверенность свобода суверенность хорошо спроси у него мы на этом сеансе для него все сделали да хорошо тогда поднимаемся вверх максимально высокие пространства наполняемся энергией напитываемся и будем с Дмитрием прощаться да сейчас отсоединись от всех и от всего проверяй пространство вокруг себя все ли чисто и будем выходить сейчас я посчитаю от одного до трех и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю один два три открывай глаза да я чувствовал все время на окошке шевеление но я как бы всегда его чувствую постоянно шевеление на окошке немножко тело горит лицо горит скажи когда прибавилось ну да 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 когда это все дело с тонкого плана приходит недели через две день ну кое-что уже уже произошло смотрите вы уже эти зачем нам нужны аспекты это не нам нужны аспекты это вам нужны аспекты поэтому нужны вот эти конкретные случаи вот видите что было завязано на эти на этом случае с вашим братом очень важные да а вы не вспомнили ни единого с мамой с мамой с мамой ну ведь его работа прошла все равно даже если она прошла туговато честно говоря шло мы зашли с другой стороны туговато это что означает когда туговато идет это означает что блоки эти в теле это память в теле еще есть и что есть еще эти ваши розовые очки то есть вы не различаете еще мамину светлую часть от этой темной части когда вот эти розовые очки есть это обычно у матерей которые вот подавляют детей их тогда носит по этим эзотерическим сектам понимаете почему другие вообще стороной обходят эти секты эзотерические потому что у них нет программы жертвы они себя в жертву не приносят конечно у вас это все тянулось еще с прошлых воплощений вот и мамочка такая и папочка такой все чтобы ваши эти программы чувствовали себя комфортно максимально вот но не вы то есть сейчас вы должны осознать что у вас одна цель а ваше тело хранит память совершенно противоположные цели то есть нужно продыхать и нужно осознавать вот был такой случай в школе мама говорила это мама била мама ругала мама еще сделала что-то как я себя чувствовал как я прогнулся под ее этот натиск где я назвал ложь истиной где я понимаете потому что маленького ребенка который там лежит в пеленках функцию он боится умереть маленький ребенок которого 5 лет он тоже чувствует что он не выживет один в этом мире ему на работу не пойдет денег не заработай и когда ребенку 10 лет он тоже чувствует и когда ребенку 15 лет он тоже это все чувствует Потому что память, я умру, я не в безопасности, мама опасна, папа опасный, оно есть. Ну как это мама может быть опасной? Она же меня родила. И начинается вот это вуаль. То есть вместо того, чтобы сказать, мама, ты вот эти-эти-эти программы выполняла, ты убийца, предатель. Один раз ты жертва, другой раз ты агрессор. Ты меня заставляешь быть то жертвой, то агрессором, то философом, который тебе тут должен в сказке рассказывать, как ты должна жить в мире. Так мне это не нужно. Давай, забирай все это, отдавай это своим интерферентам, освобождайся. То есть вы должны себя ощутить, где вы истинный, какие истинные цели у вас, а где программы. То есть это вы, у вас освобождение еще до конца не прошло. Поэтому дышать, прощать деньги, прощать родителей. Вот есть какая-то ситуация, что-то там случилось, что вам не нравится. Ну, продышали, партнализировали. А как мне нужно поступить? Не просто, о, констатировать факт, я здесь жертва. А как мне поменять это решение, чтобы я не был жертвой, а чтобы я был хозяином своего пространства, царем своей жизни. Как хочу, так и живу. И когда вот этот процесс, сначала это думательный процесс, вы решаете, думаете, вам эти еще блоки мешают. Ну, пройдет какое-то короткое время, и это будет на автомате. Вы просто не успеете подумать, и вам сразу правильный ответ приходит. Это будет тогда, когда ваши цели будут точно осознаны вашим подсознанием. Можете даже прописывать себе, какие ваши цели. Моя цель быть свободным, счастливым. И конкретно, что для вас счастье, что для вас свобода, чтобы ваше подсознание должно понять, что же вы хотите. Потому что девка хочет замуж. Она посылает эти вибрации, хочу замуж. Полно алкоголиков ходит по улочке. Хотят к какой-то трудолюбивой девушке пристроиться, чтобы она кормила, и еще и на 100 грамм давала. А он будет бездельничать, и еще ее гнобить, и бесплатный секс. То есть, она что посылает? Хочу замуж. Полно желающих взять ее замуж. А если девушка так? Хочу замуж. За достойного мужчину. Альфа-генетика. Так, извините, так ты должна быть. О, понимаете? То есть, подсознание точно знает, что же она хочет, и приведет именно к этой цели. Это наше так пространство работает. Какую мы цель ставим, того мы и достигаем. Поэтому мы стараемся дать комплексный подход, подход, чтобы вы научились работать с собой, самостоятельно, с чьей-либо помощи. Продолжение следует... Продолжение следует...